Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 января, собор Пресвятой Богородицы, когда Пречистая Дева Мария бежала с младенцем Иисусом в Египет, они проходили мимо дерева, называвшегося Персея. Жители почитали его как Бога из-за высоты и величественной красоты, поклонялись Ему и приносили жертву. В том дереве жил и бес, когда Пречистая Богоматерь с божественным младенцем приблизилась к нему, оно сильно потряслось, это бежал бес. А дерево преклонило свою верхушку до самой земли в знак почитания. Считается, что с этого дня, святочные дни, вступают в свои права. Что касается конкретно этого дня, то его называют бабьим праздником, бабьими кашами, праздником каш. Это праздник роженец и баб Поветух. Своё название этот день получил потому, что рожавшие женщины или бабы желали отблагодарить и поздравить с праздником Поветуху, которая помогала им при родах. Показать ей своего выросшего ребёнка, которому она помогла появиться на свет, и отблагодарить её подарком. А также задобрить на будущее, ведь к ней придётся обращаться, и возможно ещё не один раз. А от Поветухи во многом зависело здоровье женщины, ребёнка и семейное счастье в целом. Поэтому женщины Поветухи берут ложку и ходят в гости есть кашу, которую хозяева дома, как правило родственники и друзья, специально готовят для данного случая. Им полагалось дарить материю полотенца на лёгкую дорогу принятыми ими детьми. Сегодня играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Молятся святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Он помогает справиться и с гневом, и скринять злобу. Также считали, что Давид, играя на гуслях своим пением, защищает человека от разбойников и диких зверей, и тем самым обезопасит путь. Приметы. Если сегодня вьюга и мороз, лето будет холодным. Снег прилипает к ладоням, жди тепла. Если после заката небо окрашивается в красный цвет, жди лютых морозов. Маленького ребёнка сегодня поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым. Если щебечут синицы, жди ночных морозов. Если из дома сегодня вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам, в семью может прийти несчастье. Сегодня нельзя готовить и есть кисель. Это к покойнику. Сегодняшнее гадание на урожай и брак самое правдивое. Сам по себе сок будет очень вкусным из кисло-сладких яблок. Но для того, чтобы усилить действие сока, можно к нему добавлять свёклы. Этот сок уже будет обладать выраженным действием для кровевосстановления. А также будет действовать как хорошее средство профилактическое от онкологии. Сами яблоки прекрасно за счёт железа противостоят и антиоксидантам онкологии. И также ещё свёкла будут великолепно действовать. Поэтому мы с вами добавляем свёклы. Получается сок специфического цвета, такой густой. И буквально такие за считанные дни способствуют восстановлению железа в организме человека. То есть повышает кровотворение, а также активирует организм. Если подобрать правильно пропорцию, этот сок делается удивительно вкусным. Фитонциды яблок активны против различных кишечных инфекций. Например, против возбудителей дизентерии и золотистого стафирокока, которые вызывают разного рода у нас наиродные процессы. Представляете? А яблочко всё это ликвидирует. Оказывается, яблочки очень хорошо есть, чтобы мы не болели гриппом. Особенно в это время надо всем есть яблочки. Прекрасно идёт санация ротовой полости, укрепление за счёт фитонцидов организма, улучшение пищеварения и вирусы гриппа от нас бегут. Сейчас очень широко распространены мочекаменные заболевания. Потому что экология, еда, питьё и так далее, и так далее. Оказывается, для профилактики мочекаменной болезни очень хорошо съедать от 3 до 5 яблок в день. Прекрасная профилактика этим заболеваниям. Если у вас имеются камушки в почках, то можно поступать следующим образом. Видите? Вот у нас как раз имеется вот эта вот кожура. Эту кожуру можно летом, когда много яблок, особенно осенью ранней. Можно зимой. Вы, съедая яблоко, кожуру срезаете, высушиваете и из неё делаете чай. Оказывается, вот этот вот чай способствует тому, что начинает растворять камушки, которые имеются в почках. А компоты? Компоты. И этому же будут способствовать и компоты. Если мы в компоты добавляем сахара, сушит наш организм. Оказывается, сладкое, как мы того не хотим, сушит. Поэтому, если вы хотите сделать целебный компотик, который вам помогал бы, лечил сердечно-сосудистые заболевания, почечные болезни, обязательно используйте без сахара. А теперь поговорим о том, как готовить отвар из сушёных яблок. Мы с вами берём сушёные яблоки, примерно две горсточки, кладём их в термос со стеклянной колбой, заливаем кипятком. Лучше всего это делать вечером. А утром у нас с вами получается напиток, который мы с вами будем пить вместо чая по стаканчику перед каждой едой. В итоге наши сосуды станут эластичными, сердце будет биться лучше, начнут растворяться мочекислые соли, очищаться почки. Очень хорошо использовать сушку, просто-напросто так жевать, тем людям, которые страдают ожирением. Оказывается, для того, чтобы эта сушка размочилась, усвоилась, переварилась и вывелась из аронизма, нужна вода. Аронизм человека, страдающего ожирением, как правило, слишком насыщен водой. И для того, чтобы его подсушить, как раз сушка идеально подходит. Вы почувствуете, как постранеете, уйдёт лишняя вода, отёки. Лучше заработает желудочно-кишечный тракт, особенно кишечник. То есть сушка на себя влагу принимает, да? Влагу принимает, при этом отдаёт полезные вещества, которые имеются в кожуре, плюс разбухшая клетчатка, способность тому, что хорошенько очищает всё. То есть хотите очистить свой желудочно-кишечный тракт, ешьте сушку. При гипертонической болезни, а сейчас она очень широко распространена и постоянно молодеет, очень хорошо съедать одно кислое яблочко или кисло-сладкое яблочко утром натощак, а дальше в течение дня выпивать сок полстакана перед каждой едой. Очень хорошая профилактика от гипертонии. Причём артериальная, та, которая возникает от волнения. И при этом лучше всего использовать зелёные сорта яблок, а не успокаивать. При ожирении ещё можно использовать печёные яблочки. Берём одно яблочко, запекаем, смешиваем его с полстаканчиком кефира и выпиваем. Оказывается, печёные яблоки с кефиром хорошее средство для того, чтобы сбросить лишние килограммы и почувствовать себя так довольно-таки бодро. Но при этом опять-таки мы не исключаем всех остальных продуктов. Печёные яблочки с кефиром и плюс на это же количество мы уменьшаем остальной пищи. Меньше солёную, меньше всякого рода чипсов, которые задерживают в воде. И колбасу. 14-й лунные сутки. Иноритика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкостей в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств.